всем приветик приехали сегодня в огород посадить капусту зеленушки и цветы вот где прокопана была бороздада теплицы края грядки подтаяли снег уплотнился снега наверное еще сантиметров 20 на грядках но уже такой сырой у теплицы вот даже лужи стоят но сегодня ужасный ветер холодно снег идет как будто зима опять возвращается вот это вот малина мы хотим ее потом вот тает перекопать свежих отводков накопать очень крупная хорошая малина но сейчас покажу что мы сделали то муж кричит все давай быстрее снимай свое видео домой замерзли вообще замерзли сначала тогда приехали в теплице то тепло было я же вся разделась солнышко выглядывало так моментами но это мы уже все накрыли посадила капусту я хотела сделать поставить на грядку ящики пластиковые из-под фруктов и в них пленку положить и засыпать землей и посадить а потом думаю вдруг корни глубоко пойдут пленка будет мешать потому что ящички у меня наверное сантиметров по 12 по 15 высотой и я их вкопала в землю без всякой пленки вкопала в землю сделала вот так вот бороздки и посеяла капусту капуста мегатон 10 семечек всего и одна семечка у меня в руках рассыпалась менза капуста там наверное семечек 12-13 было уже воткнула бирочки вот такие вот то палочки из подмороженного все из подручного материала я не стала ничего покупать палочки чё их так все равно выкидываем в магазине так значит здесь у меня менза мегатон так нет за мегатон тут у меня ранняя . капуста там что-то по килограммчику вырастает и и немножко совсем посеяла пол пакетика там семян много было ну как много меньше конечно чем раньше сыпали но все равно много так там у меня посадила я краснокочанную так высеяла может кому-нибудь отдам тут я капусту пекинскую чача гибрид посадила тоже пол пакетика всего лучше потом подсею так тут у меня ой вспомнить бы чё тут у меня что-то у меня тут тоже так раз два три 4 5 6 а здесь у меня ящик побольше это капуста сибирячка срок годности до двадцатого года капуста не знаю взойдет нет но не взойдет наплевать нам это и хватит а дальше вот ящики там всяких цветов насажала а цветы знаете как посадила у меня же по несколько цветов допустим циния крупная там желтая пурпурная фиолетовая я их все в один пакет смешала и посадила просто одним рядочком потому что что-то уже подустали и замерзли думаю ладно наплевать там уж потом видно будет не раздерутся также мелкую цинию тоже два пакета в один смешала бархатцы три пакета в один также тоже рядочком васильки посеяла что-то там ну короче много всяких потом альпийскую астру смешала с перетрумом дома то у меня из нее они взошли но погибли перетрум остался три штуки как взошел три так остался не знаю доживет нет до посадки а из астры альпийская одна штучка по моему вот остальные семена высеяла так потом чем не еще был агера агерантум тоже три пакета в один смешала там голубой белый смесь посеяла думаю наплевать главное что что-то взойдет и потом рассадим такой хаос в теплице пришли то вроде так все аккуратненько было а что-то вон там сено лежит это на петрушку старую выкопали не стали выкидывать я потом ее в грядку перекопаю короче бардак навели за пять минут такой бардак ну в этом году от в ящички то стала садить почему потому что чтобы грядку не занимать потом просто рассада взойдет ящик выйдет выдерну из земли и буду пересаживать так в этом году вот на эту грядку будут цветы сажать а то в том году у меня все погибли потому что некуда было а вот при тепличную грядку я сюда посажу фасоль горох и цветы помидоры какие будут на улицу сажать я просто вот от картофельной грядки край прихвачу по ширине дуг чтобы дуги натянуть и посажу так тыквы наверное мы также там будем сажать что им тут много места ползти дыни арбузы планирую не знаю конечно какое лето будет тоже вот там вот как бы ну насыпная грядка у нас поверх такой грядки просто сверху мусор насыпали всякий разный там чего нас сено ветки всякие ну что вот перегнивая той насыпана потихоньку эту землю в теплицу стаскиваем а капусту наверно тоже буду по краю грядки сажать картофельной картошку немножко уменьшим тата у нас грядка вообще широкая это поуже учет а в этом году вроде вот эту борозду планируем переделывать грядка будет немножко шире а борозда уйдет вот здесь вот это место срежется ну то есть борозду переместим это конечно тоже все вырубать надо вырезать не знаю когда что это будем делать корни длиннющие это у нас тут заросли вишни малины здесь малина не хорошая мелкая и она до конца как она ну допустим несколько же ягодок да в одной эти зубчики или как они называются крупинки не до конца видимо на оплодотворяется что ли может из-за того что густо насажена здесь вот тоже хотим повырезать некоторые вишни вот эту деревца поспиливать чтоб им посвободнее было так то здесь ягода очень крупная и вкусная по моему чуть ли не до сентября тут ела потихоньку она поспевала здесь я хорошо поливала поливая в теплице и растут полью так что вот что-то так быстро протараторила небо посмотрите вообще все серое такое ветрище там у нас где-то далеко циркушечку нашу видно не знаю видно будет нет да по моему там где-то купол торчит но все равно хоть и замерзли ну блин я так рада что приехали в следующие выходные наверное еще поеду поеду потому что хочу еще свеклу посадить морковку посадить свеклу то наверное посажу вот на эту грядку где буду сажать низкорослые грунтовые томаты прям по краешку вот так вот натыкаю и меня попросили еще посеять капусту вот надо будет семена мне завтра привезут завтра послезавтра если не забудут в этот раз забыли сегодня бы посеяла так что вот еще посадки посевы продолжаются ну на этом все собираемся домой всем пока пока надо киплицу закрыть все до свидания всем